привет друзья вы на канале русского сумасшедшего пилота и сегодня я расскажу вам о зарядном устройстве которое помогает мне в дороге заряжать все мои квадрокоптеры и не только их да по пути в Алматы мы сломались но с этой задачей мы справимся а сейчас я все-таки покажу вам этот замечательный девайс который давно уже хотел показать учитывая то что про солнечную панель я вам уже рассказывал в одном из своих предыдущих выпусков и она у меня с собой багажнике но поскольку мы проезжаем в день по 600 800 километров необходимости в ней практически пока не возникает а вот зарядное устройство она просто необходимо ни для кого не секрет что для аутеля зарядное устройство в автомобиль стоит баснословных денег ну конечно не баснословных но что-то больше пяти с лишним тысяч рублей переплачивать за такую девайс я смысла не вижу для хапсан зина 2 плюс в свое время я вообще не нашел зарядных устройств именно для автомобиля поэтому в одном из своих роликов я рассказывал как я решил эту проблему то есть я кулебячил с 10 10 переобразователями и в принципе это у меня получилось и одну поездку я отъездил заряжая дрон в машине без всяких проблем сам зарядник там на 12 вольт но при работающем двигателе он работать нормально не может а только при зарядке на парковке либо напрямую от аккумулятора в конечном итоге для аутеля я нашел на али экспресс более дешевое решение которое обошлось там в тысячу с небольшим рублей и в принципе до сих пор функционирует нормально а для хапсан зина 2 плюс я ничего не нашел и тот зарядник который я делал сам в одной из поездок сгорел поэтому я в конечном итоге приобрел универсальное средство которое позволило решить все мои проблемы по зарядке не только дронов но и радиостанций телефонов смартфонов и всего прочего что может появиться в принципе из малогабаритной радиоэлектроники вот такой замечательный девайс у которого помимо всего прочего помимо разъемов usb дополнительного входного гнезда для подключения всяких дополнительных автомобильных прикуривательных устройств есть розетка на 220 вольт преобразователь включается кнопкой и когда появляется у нас напряжение в бортовой сети у нас появляется напряжение 220 вольт в этом преобразователи просто дешево и неприхотливо единственный момент должно быть прямое подключение этого устройства непосредственно в прикуриватель и у вас в прикуривателе должны быть хорошие качественные провода потому что в случае если вы подключаетесь через дополнительный разветвитель переходник или что там связи с падением напряжения может появиться ситуация когда это устройство начинает постоянно отключать режим подачи 220 вольт и первоначально я думал что я купил бракованное устройство но когда я подключился напрямую к бортовой сети все проблемы ушли и она верой и правдой служит мне уже второй год вот такой замечательный девайс у которого есть выход для быстрой зарядки по usb а также два дополнительных usb порта через которые точно также можно подключить дополнительные зарядные устройства либо там какие-то другие гаджеты у меня подключен видеорегистратор такие же девайсы есть большей мощности в два раза большего размера у которых больше портов но учитывая то что вы подключаете его в обычный прикуриватель я допустим для себя решил что мне не нужно его перегружать потому что с большой долей вероятности могут выгореть передохранители там при повышенной нагрузке там на зарядку плюс его компактные размеры опять же работают только в плюс потому что мне в салоне гигантские какие-то преобразователи совсем не нужны и так хватает всего лишнего ссылку на этот преобразователь я оставляю в подсказке в описании к этому видео если у вас будет желание вы можете без проблем приобрести его на алиэкспресс либо где-то в другом магазине ну хотя я уверен что на алиэкспресс можно заказать достаточно качественные гаджеты и они отлично работают вот и подошли наши фотографы пока мы ждем там группу эвакуации которая дотартает нас до алматы на этом я прощаюсь с вами до новых встреч пока